Красноярская краевая специальная библиотека представляет Видеоцикл «Бумажные деньги. Исторические факты. Легенды. Открытие». Выпуск пятый. Московский Кремль. От Константина Еленинской до Спасской башни. Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с бумажными денежными знаками нашей страны. Очередной выпуск серии посвящен банкноте, на которой изображен целый комплекс башен Московского Кремля Восточной Стены. Сторублевая банкнота с их изображением находилась в обращении всего шесть лет, а после проведения деноминации 1998 года ушла в историю. После распада СССР в стране началась гиперинфляция. Для снижения ее темпов необходимо было завершить обращение банкнот 1961-1992 годов и заменить их на банкноты нового образца. В 1993 году была проведена очередная денежная реформа. Россия вышла из рублевой зоны Содружества независимых государств, и рубль прекратил свое существование как платежное средство взаимосвязанной экономики бывших республик. 25 января 1993 года Центробанк России начал вводить в обращение банкноты образца 1993 года. Среди них была банкнота номиналом в 100 рублей с изображением четырех башен Московского Кремля. К коммерческим банкам были направлены указания и разъяснения от имени Центрального банка Российской Федерации о порядке введения новых банкнот. Население с осторожностью принимало разноцветные и нестандартные по размерам банкноты. Основными цветами новой банкноты стали голубой и розовый. На лицевой стороне всей серии банкнот 1993 года было помещено изображение Сенатской башни Московского Кремля, а также развивающийся государственный флаг Российской Федерации над зданием Сената на фоне лучей солнца. Справа от изображения крупными цифрами указан номинал банкноты – 100 рублей. На оборотной стороне новой банкноты в ажурной виньетке помещено изображение четырех башен Московского Кремля – Спасской, Царской, Набатной и Константино-Еленинской. Размер банкноты – 130 на 57 миллиметров. Водяной знак на банкноте образован из чередующихся пятиконечных звезд и волнистых линий. Константино-Еленинская башня Константино-Еленинская башня Московского Кремля расположена на восточной стороне Кремлевской стены между Беклемишевской и Набатной башнями и выходит на площадь Васильевский спуск. Башня построена в 1490 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Антонио Салари в русской традиции Петр Фрязин и была предназначена для защиты подхода к пристани на Москве-реке и ближайших улиц Китай-города, уходящих в Зарядье – Великой и Варварке. Высота башни 36,8 м. Основной объем имеет форму довольно приземистого четверяка, на вершине которого размещена боевая площадка с машикулями – навесными бойницами вертикального обстрела. Поверх площадки на четверяке поменьше надстроено шатровое завершение со смотровой площадкой и рядом слуховых окон. Башню венчает позолоченный флажок-флюгер. В прошлом на месте башни располагались проездные Тимофеевские ворота Белокаменного Кремля Дмитрия Донского, и построенная в 1490 году башня унаследовала их название. Ее стали называть Тимофеевской. Через Тимофеевские ворота, существовавшие на месте современной башни, князь Дмитрий Донской в 1380 году выехал на Куликовскую битву. Своё современное имя Константино-Еленинская башня получила в XVII веке, когда на территории Кремля была построена Церковь Святых Константина и Елены, снесена в 1928 году. В XVII веке Великая улица, на которую выходили ворота башни, утратила свое значение, и проезд решили закрыть, а стрельницу и нижний ярус башни превратили в тюрьму с Пыточной. В XVIII веке отводные стрельницы и мост были окончательно снесены, а ворота заложены кирпичом. В 1707 году, когда Москва готовилась обороняться от шведской армии, по указу Петра I, бойницы Константино-Еленинской башни были растесаны для установки более мощных орудий. В таком виде башня сохранилась до наших дней. В 1950-х и 1970-х годах ее реставрировали, но своего облика она не поменяла. Набатная башня Набатная башня – еще одна башня Московского Кремля, расположенная на восточной крепостной стене между Константино-Еленинской и Царской башнями. Башня построена в 1495 году по проекту неизвестного архитектора и была предназначена для защиты ближайших улиц Китай-города. Кроме того, на ней размещались колокола Спасского Набата. Высота башни – 38 метров. Основной объем имеет форму четверика, который завершается боевой площадкой с машикулями – навесными бойницами вертикального обстрела. Внутри расположены два яруса помещений – нижний с лестницами и выходами на стену и верхний с сомкнутым сводом. Поверх боевой площадки надстроен меньший четверик с шатровым завершением и смотровой площадкой, декорированный кирпичными полуколонками с белокаменными деталями. В шатре размещены слуховые окна. Парапеты боевой и смотровой площадок украшены поясом из ширинок. Ширинка – элемент декора в виде квадратного углубления в стене. Вершину башни венчает позолоченный флажок. Своим названием набатная башня обязана колоколу Спасского набата, который был установлен на ней в прошлом. Спасский набат – элемент московской пожарной сигнализации, помимо которого существовали также Троицкий и Тайницкий набаты, в которые били при городских пожарах. В 1771 году башня стала невольной участницей чумного бунта, когда восставшие пробрались к колоколу и ударили в Спасский набат, чтобы собрать москвичей в Кремль. После трехдневных боев бунт был подавлен войсками под командованием генерал-поручика Петра Еропкина и князя Григория Орлова. А язык Спасского набатного колокола по поручению Екатерины II был демонтирован, чтобы больше бунтующие к такому сигналу не прибегали. Около 30 лет колокол висел на набатной башне без языка, а в 1803 году его сняли и перенесли в арсенал, а в 1821 году – в оружейную палату, где он находится и по сей день. Башня стоит на склоне Васильевского спуска и хорошо сохранила первоначальные формы. Однако в 1970-х годах стала крениться из-за треснувшего фундамента и неплотного грунта. Основание башни было стянуто металлическими обручами, а грунт склона укреплен, благодаря чему удалось остановить крен башни и не допустить ее падения. Однако башня так и осталась накрененной. Ее отклонение по вертикали составляет около 1 метра. Царская башня Царская башня – одна из самых необычных башен Московского Кремля. Это даже не совсем башня, а скорее каменный шатер, возведенный поверх стены и напоминающий стилизованный русский теремок. Башня построена в 1680-х годах по проекту неизвестного архитектора и никогда не имела оборонных функций. В прошлом на ней размещались колокола Спасского Набата, служившие для сигнализации при пожаре. Высота башни – 16,7 метров. От ходовой части стены – 14,45 метра. От верха зубцов – 11,4 метра. Она представляет собой нарядный восьмигранный шатер, установленный на кувшинообразные столбы, украшенные белокаменными поясками. Дополнительно столбы акцентированы угловыми башенками с декоративными островерхими фронтонами и позолоченными флажками на вершинах пирамидок, а грани башни украшают кокошники и гирьки. Шатер увенчан изящным и необычным флюгером с птичками. Благодаря таким архитектурным изыскам башня действительно напоминает сказочный терем. Башня была построена в 1680-х годах. Существует городская легенда. Будто бы в прошлом на месте башни существовала деревянная площадка, с которой царь Иван IV Грозный наблюдал за событиями и церемониями вблизи лобного места на Красной площади. Отсюда и название – Царская. На первый взгляд может показаться, что Царская башня выглядит незначительной и меркнет по сравнению с расположенной по соседству Спасской. Однако на деле это вовсе не так. Необычный внешний вид сделал ее одной из наиболее примечательных башен Кремля, привлекающий внимание горожан и многочисленных туристов. Спасская башня до 1658 года Фроловская – наиболее известная из 20 башен Московского Кремля. Выходит на Красную площадь вблизи лобного места и Покровского собора. Шатер башни украшают часы-куранты, сделавшие Спасскую башню собирательным символом Кремля и Москвы в целом. Башня была построена в 1491 году по проекту миланского архитектора Пьетро Антонио Салари. Впоследствии надстроена английским архитектором Христофором Головеем совместно с русским мастером Баженом Огурцовым. Изначально возведена из красного кирпича. В разные годы белилась или оставалась красной в зависимости от эстетических предпочтений. Общая высота Спасской башни со звездой составляет 71 метр. К башне примыкает массивная отводная стрельница с проездными воротами. До революции 1917 года слева и справа от Спасских ворот располагались часовни, сначала деревянные, затем отстроенные в камни, но в 1925 году они были снесены. Форма основания башни – четверик, который венчает многоярусное шатровое завершение с часами-курантами и богатым декоративным оформлением. Верхняя часть четверика украшена кружевным арочным поясом с башенками по углам и фигурами фантастических зверей. Также в резном оформлении пояса можно обнаружить изображение цветов и ракушек, а над курантами – фигуры павлинов. Выше курантов расположена звонница, венчает башню шатер с красной звездой на вершине. Часы на Спасской башне – самые известные часы России, ведь именно по ним россияне встречают Новый год. Перезвон кремлевских курантов стал одной из самых ярких новогодних традиций мира. Они видны со всех четырех сторон и имеют внушительные размеры. Диаметр циферблата – 6,12 метра. Длина минутной стрелки – 3,27 метра. Длина часовой стрелки – 2,97 метра. Высота римских цифр – 0,72 метра. Часы имеют музыкальный механизм. В 0,00 часов – 6,12 и 18 часов – исполняется гимн Российской Федерации. В 3 часа – 9,15 и 21 час – мелодия хора «Слався» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Звезда на вершине Спасской башни появилась в 1935 году вместо идеологически устаревшего символа царской России двуглавого орла. Первые кремлевские звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди. В середине размещались позолоченные серп и молот, выложенные уральскими самоцветами. Звезду на Спасской башне, помимо прочего, украшали расходящиеся из середины лучи. Звезды 1935 года быстро потускнели под воздействием атмосферы, и их в 1937 году заменили светящимися рубиновыми, которые можно увидеть и сегодня. Размах лучей звезды на Спасской башне составляет 3,75 метра. Более подробную информацию о ранних денежных знаках Российской Федерации и памятниках Московского Кремля вы можете найти в нашей библиотеке. В фонде имеются такие книги, как «Кремль, неизвестный-известный» в плоскопечатном формате. Римма Алдонина, «Московский Кремль» в плоскопечатном формате. Москва, «Кремль и Красная площадь», «Путеводитель» в плоскопечатном формате. Людмила Жукова, «История древней крепости», «Московский Кремль» в плоскопечатном формате. Московский Кремль 14-го столетия, «Древние святыни и исторические памятники», «Сборник статей» в плоскопечатном формате. «Сорок сороков», «Краткая иллюстрированная история всех московских храмов» в четырех томах. Том 1-й, «Кремль и монастыри» в плоскопечатном формате. «Деньги мира» в плоскопечатном формате. Московский Кремль, «Аудиоэнциклопедия на диске». Московский Кремль, «Трехмерный путеводитель» в электронном формате на диске. Московский Кремль, «Музей Москвы» в электронном формате на диске. «Фотоклип-артс», «Кремль» в электронном формате на диске. Московский Кремль, «Документальный видеофильм». Над выпуском работали Константин Кивачук, Татьяна Хачко, Мария Абазюк, Александр Румянцев. Ответственный за выпуск Ольга Офицерова.